Я расскажу вам о таргетной терапии и биологии рака лёгкого. Также благодарности некоторым людям, которые предоставили слайды. Вначале я поговорю несколько слайдов по биологии рака и таргетной терапии на примере рака толстой кишки и хронического миололейкоза. Во-первых, таких людей, конечно, много, но Берт Фоглистин, наверное, один из самых известных раковых биологов в мире. Он впервые сказал, что рак вызван мутациями в онкогенах или генах опухолевой сапрессии. В том числе в конце 80-х, начале 90-х Берт Фоглистин в Джонс-Хопкинсе показал, что есть определенные гены, которые именно вызывают рак. И в том числе они впервые охарактеризовали ген P53, как один из наиболее важных генов, который мутирует. И в том числе они показали, что он является транскрипционным фактором. И в начале 90-х совместно с Кен Кинцлером и одновременно Юсуки Накамура клонировали еще один генов опухолевой сапрессии – EPC. Фоглистин является самым цитированным, согласно Википедии, по крайней мере, самым цитируемым биологом, который работает в сфере биологии и рака. То есть у него больше 500 статей с H-индексом 250. Правда, он уступает Зигмуну Фрейду, который является первым номером по медицине и биологии с H-индексом 280 и уже больше полумиллиона цитирований. Зигмун Фрейд – это основоположник психиатрии. Это одна из моделей, которые предложил Берт Фоггельстин, то есть по развитию рака толстой кишки. Это так называемая фогельграмма. То есть нормальный есть эпителий, и вот это фактор возраста. С возрастом появляются мутации. И одна из первых мутаций – это APC в классической фогельграмме. Дальше добавляется мутация в K-раз, и дальше добавляются дополнительные мутации в генах P3K или TGF-бета и других генов. И уже возникает в конечном итоге карцинома. Естественно, что такие модели существуют для каждого вида рака разной модели. Потому что это разная ткань, разные воздействия окружающей среды. Смотря где находится эта кожная клетка, клетка кишечника, какая это клетка. Но классическая модель изначально была придумана Фоггельстином. В начале 2000-х годов появился новый термин, что опуховые клетки, у них есть зависимость от определенных онкогенов. Как правило, в клетках больше, чем одна мутация, как правило, их несколько, но есть какой-то один критический онкоген. Если его ингибировать, то это будет таргетная терапия. То есть клетка тогда будет либо, как правило, это апоптоз. В некоторых случаях это может быть дифференцировка клеток. И первое заболевание, когда придумали таргетную терапию, это был хронический мелолейкоз. Потом последовал рак легкого мутации, это EGFR мутация. В меланоме это таргетная терапия к БИРАФ мутации и другие. Вот здесь опечатка. Это схема миелоидная гематопоэза. Чтобы напомнить вам, сейчас я вам расскажу быстро про историю хронического мелолейкоза. То есть есть миелоидная стволовая клетка и лимфоидная. И миелоидная клетка дает различные промежуточные формы. И дальше уже дифференцированные клетки. Базофилы, зенофилы, тромбоциты и так далее. Это нормальный гематопоэз. При хронической миелолейкозе там накапливается... Это достаточно дифференцированная форма рака, но там много появляется в крови промиелоцитов, миелоцитов. Количество бластов должно быть меньше 2%. Лейкоцитоз, повышенное количество этих белых клеток крови. Дифференцировка клеток в целом сохраняется. Тем не менее, это была большая проблема, как лечить этих больных. И на самом деле эта история тоже возвращается к Фоксейзе, где сейчас работаю. То есть филадельфийская хромосома. То есть в конце 50-х там был студент, который работал в Фоксейзе, и его руководитель был в университете Пенсильвании. Тогда начиналась цитогенетика, и они обнаружили, что есть странная такая хромосома. И они обнаружили, что вот это вот 9-22, они описали первый раз эту филадельфийскую хромосому. На тот момент никто еще ничего не знал, что это такое. Только прошло много лет, и только в 90-х годах уже было доказано, что есть перестановка BCR-ABLE. Два гена, они сливаются вместе, происходит транслокация, которая вызывает хронический мелолейкоз. И было показано уже на мышиных моделях, что она вызывает подобие лейкоза в мышах, если эту транслокацию поместить в стволовые клетки. И в середине 90-х уже разработана была вот эта первая таргетная терапия — это ГЛИВЕК и МОТИНИБ. Естественно, еще раз, что этот белок, эти клетки становятся независимыми от цитокинов, они автономно как бы развиваются уже. И в 2000 году на основании клинических испытаний он был существенно лучше, чем существовавшие методы лечения. Это была первая таргетная терапия, где-то 2001 год. Это вот краткое, очень быстрое введение в концепции биологии рака и таргетной терапии. Сейчас мы поговорим про рак легкого. Почему мы изучаем рак легкого? Это большая проблема в медицине и в здравоохранении. То есть один из семи курильщиков в целом умирает от рака легкого. И это является главной причиной смерти у мужчин и женщин. В плане смертности, то есть он превышает смертность рака кишечника, молочной железы и рака простаты, которые даже вместе есть их собрать. Вот. Пятилетняя выживаемость до последнего времени была 15%. Она сейчас улучшается за счет иммунотерапии и таргетной терапии. Вот. И вот этот вот слайд, мне нравится этот обзор, он показывает вам, что какие новые методы. То есть где-то процентов 20 пациентов у них есть или мутации, или транслокации, или вот есть другие еще виды. Вот. Их можно с помощью таргетной терапии лечить. Как правило, это не курильщики или люди, которые меньше курили, как правило, но не всегда. Вот. А большинство пациентов, особенно курильщики, у них появился новый метод лечения. Как правило, у этих пациентов есть мутации, но они не… их трудно… их трудно к ним… к ним нет лекарств. То есть, допустим, K-RAS к нему нет препаратов, да. То есть поэтому… но зато там лучше работает иммунотерапия у курильщиков. Вот. Это вот как бы… то есть у нас… и до сих пор у нас, естественно, применяется химиотерапия, которую никто не отменял. Вот. Это вот пример из несколько лет давности. То есть вот частота заболеваемости достаточно высокая у мужчин и у женщин, и по смертности он занимает первое место. Вот. В плане финансирования, то есть, к сожалению, исторически на рак легкого давалось тогда меньше всего денег, потому что считалось, и до сих пор так, мне кажется, так продолжается, что большинство – это курильщики, хотя на самом деле 20% рака легкого – это не курильщики. Вот. И… но тем не менее финансирование меньше всего. У нас вот тогда, 2008 год, приходилось 1300 долларов на пациента, а при раке молочной железы – 30000, да, на пациента финансирование научных исследований. Как насчет скринирования по раку, то есть сейчас применяется скринирование, сейчас я покажу в следующем слайде, да, то есть на самом деле сейчас это уже 20-20 пачек в год, да, это для более сильных курильщиков. Обычно это возраст после 50 лет, вот, и это вот было позитивное, позитивное клиническое испытание, они смогли показать, что с помощью КТ, компьютерной томографии, низкодозной, можно снизить, значит, можно выявить и предотвратить какой-то процент, процент рака, но как бы… Проблема в том, что там большое количество тоже, но она работает, но это не суперэффективно, то есть большое количество узелков, которые они находят, они не раковые, и это приводит к тому, что там это лишние, то есть биопсия делается там, и потом 95% это доброкачественные узелки, но где-то 5% после этого низкодозного скрининга они находят действительно рак и они могут излечить. То есть, и другая проблема, другая проблема, что, естественно, что не все пациенты хотят скринироваться, и это не везде применяется, но это продолжает развиваться, как бы сейчас, да, последние годы. Значит, рак легкого вызывается курением в основном, но это где-то 80%, не 100%. Вот, и вот эта графа показывает, то есть, видите, здесь есть люди, которые продолжают курить, не курильщики сравнивают с те люди, которые в различных возрастных группах бросили курить, да, и вот больше всех это, кто продолжал курить, да, или те, которые, вот, буквально недавно, так сказать, бросили курить, да, или бросают курить. Вот, а даже если бросить курить, там, в 30 или в 40 лет, то все еще не так плохо, да, вот, это хорошо известно. Потом, в плане миллионов людей, которые погибают от болезни, связанные с курением, то, на самом деле, количество людей, которые от этого погибают, продолжает увеличиваться. Почему? Потому что, ну, я покажу на следующем слайде, но прогнозируется, что до миллиарда людей погибнет от курения. Вот, отчасти это связано с тем, что, вот, в США, допустим, ввели, то есть, они ввели законы, которые, то есть, что запрет на курение, и они, там, подняли налоги, это 70-е еще годы, да, чтобы, ну, люди бросали курить, там, здоровый образ жизни. И у них пошел вниз, да, количество смертей от рака, с другой стороны, все эти табачные производители ринулись в Азию, и поэтому, скажем, заболеваемость, то есть, у них, да, то есть, как бы вот, сейчас, секунду. А, ну, да, это две, просто это мужчина и женщина, и отдельно мужчина. Да, а сейчас в Китае, в Индонезии, в Азии, то есть, все эти табачные концерны, как бы они, курение растет, и поэтому там количество смертей увеличивается в Азии. В табачном дыме содержится большое количество канцерогенов, порядка 20 доказанных канцерогенов, порядка 100 различных компонентов, которые разделяют в основном, именно в табачном дыме их очень много. Более того, сейчас с помощью новых технологий, то есть, секвенирования последнего поколения, вот это была статья в Science недавно, там, на самом деле, в этой статье, это, это статья из, из Англии, да, Сенгер, Сенгер-центра, если я правильно помню. То есть, они делали большое, очень глубокое секвенирование с большим разрешением, и они нашли в этой статье 27 различных почерков мутаций, да, и так называемый почерк 4, которая вот голубым цветом здесь выделена, она именно больше всего была при раке легкого, то есть, и она связана с именно С на А мутации специфически, и связана с, очень, очень похоже на статьи, которые показали вот мутационные мутации при, при использовании бензопирена, да, то есть уже можно, некоторые из этих мутаций, кстати говоря, неизвестны причиной, то есть, на самом деле, вот, просто вот они смогли понять, что вот эта мутация, группа мутаций 4, вот эти вот, они похожи на бензопирен. Значит, здесь такая общая информация по стадиям просто рака легкого, есть первая, вторая, третья, четвертая стадия, как при всех других опухолях, и третья стадия, это позитивные лимфоузлы в средостении, первая, вторая, там, или минимальные лимфоузлы, или их вообще нет. Четвертая стадия, как правило, это когда он уже распространяется в другие места. Прогноз зависит, как правило, от стадий, потому что чем меньше стадия, тем меньше, естественно, опухолевая масса, и там лучше выживаемость. Четвертая стадия была раньше выживаемость меньше 5%, сейчас она, скорее всего, около 20%, но, опять же, это за счет вот недавнего прогресса в таргетной терапии и иммунотерапии. При третьей стадии есть тоже прогресс, сейчас он где-то был 20%, сейчас он где-то 35% за счет применения иммунотерапии, прогнозируемой выживаемости. Сейчас у нас новый стандарт появился в третьей стадии, то, что мы используем иммунотерапию. Первые доказательства, что химиотерапия вообще работает, это первый вид лечения, такой системный, это еще в конце 90-х, когда они сравнили просто симптоматическую поддержку с... Тогда появились первые токсаны, это поклитоксал и досатоксал. И здесь видно, что, ну, конечно, это не фантастические результаты, но увеличилась выживаемость, допустим, там, и в среднем при одном годе, при двух лет. То есть первые были химиопрепараты появились. То есть очень быстро они тоже были испытания, тоже сравнение одного препарата и двух. Выяснилось, что два препарата — это более эффективно, чем один препарат. И это не совсем уже так. То есть сейчас выяснилось, что гистология, мы тоже используем гистологию, то есть плоскоклеточный или неплоскоклеточный рак. Но на тот момент тогда казалось, что, в принципе, большой разницы не было между этими комбинациями, какие выбрать два препарата. Значит, один из первых, первый вид такой таргетной терапии — это были ингибиторы ангиогенеза, которые еще в 70-х годах, вот это Джуда Фолькман из Гарварда, он говорил, что, наверное, солидную опухоль зависит от новых сосудов, что блокировать ангиогенез, если блокировать его, то можно блокировать саму опухоль, что можно придумать такие ингибиторы, вот так он говорил, что можно придумать антитело, которое может быть терапевтическим. Это еще начало 70-х, да? И это уже более поздний, вот сейчас, ну, апотенип он клинически не использует, по-моему, это лекарство, по-моему, оно умерло в клинических испытаниях. Но вот два других, это бевосизумаб, рамосирумаб, они используются. То есть бевосизумаб ингибирует VGFA, и рамосирумаб ингибирует рецептор к VGFA, это VGFR2 в основном. И это было первое испытание, достаточно скромные результаты, то есть они сравнивали химиотерапию и химиотерапию, плюс бевосизумаб. В целом это было позитивно, но там разница была не очень большая, но тем не менее FDA разрешила к применению бевосизумаб. И плюс он в массе других опухолей, он используется, там, при раке яичника, допустим, разрешен он и при многих других опухолей, при иглеобластоме он используется. То есть там уже зависит от вида опухоли. То есть мы его иногда используем, но не очень часто, потому что здесь результаты в прераке легком здесь не очень большие. Вот. Недавно тоже разрешено еще одно вот это ромосируемаб, это ингибитор VGFR2, моноклональное антитело, на основании вот этого вот большого испытания третьей фазы, больше тысячи пациентов. То есть там разница была всего полтора месяца, но тем не менее FDA тоже это разрешило к применению. Мы его используем в комбинации с досатоксалом. Это вот как выглядело лечение рака легкого с 70-х годов по начало 2000-х. Ну, даже, скажем так, терапия с двумя химиопрепаратами, она появилась больше уже в середине 90-х. Но тем не менее любой рак легкого лечился одним и тем же методом. То есть два препарата, одна платина, это соль платины плюс второй препарат. Сейчас, конечно, это все выглядит по-другому. То есть у нас разные саб-группы, которые мы по-разному лечим различными препаратами. Плюс появилась иммунотерапия и иммунотерапия с комбинацией химиотерапии. И это все более и более усложняется сейчас, с развитием дальнейшем таргетной терапии и иммунотерапии. Значит, сейчас мы всегда принимаем при клинических решениях, то есть мы смотрим на гистологию самого плоскоклеточного рака или неплоскоклеточного. При неплоскоклеточном раке, который это большинство немелкоклеточного рака легкого, мы используем вот такие вот панели как бы на тестирование генов. Мы в том числе проверяем сейчас для иммунотерапии это PD-L1. При плоскоклеточном у нас PD-L1 мы используем только пока что. И проходят клинические испытания по таргетной терапии плоскоклеточного рака тоже. Это тоже слайд, и я его всегда люблю показывать, потому что здесь показано, насколько различна биология этого рака в зависимости от курения. То есть вот с левой стороны слайда это некурильщики в США или в Азии, а справа это люди, которые продолжали курить или недавно бросили курить. То есть вы видите, что у некурильщиков, у них как правило мутации в EGFR, ALK и других есть генов, и КЕРАС у них только 5%. В Азии по не совсем ясным причинам, но здесь это как бы одно из таких вот исследований. На самом деле тут показано, что чуть ли не 70%, но на самом деле EGFR где-то 45% в Азии, но все равно это больше, чем в среднем в США, обычно это 10-15%, а в Азии это выше процентов по не совсем ясным причинам. А если сравнить это с курильщиками, то у курильщиков, как правило, гены мутируют, это КЕРАС, связанные с курением, и у них меньше процент EGFR и других, ALK и подобных генов. Это примерно тот же самый слайд, вариант на эту же тему. Здесь просто показано, что к различным мутациям придуманы уже ингибиторы различные, немножко старый слайд, и указана тоже их частота. Ко многим из них существуют уже препараты. Значит, это просто напомнить тоже, что все не так просто на самом деле. То есть сначала нужно всегда сделать биопсию нам, потом мы делаем это, идет в патологию, они фиксируют, обрабатывают это, они ставят диагноз патологи, и потом они тестируют. То есть тестирование занимает еще пару недель, то есть занимает какое-то время, минимум пару недель, а при секвенировании, таком более большом секвенировании, то это может быть и три недели. В основном, какие тесты мы используем? То есть ALK и ROS1 — это обычно фиш, а PDL1 — это именно гистохимия, а EGFR, или чаще сейчас стали использовать это вот панели по секвенированию на большое количество генов. Это тоже или ПЦР, или это секвенирование нового поколения. Так, сейчас я расскажу сначала о EGFR мутантном, раке легкого. На самом деле, открытие этих мутаций было достаточно таким интересным, то есть в плане того, что до 2004 года на самом деле там были, была AstraZeneca, и была еще другая компания с орлатинимом, которые сделали эти ингибиторы. Никто не знал про мутации на самом деле на тот момент, это было неизвестно. То есть они, когда делали клинические испытания, просто они с этими ингибиторами EGFR, внезапно выяснилось, что оказывается, что у них больше всего пациентов, большинство из них не отвечало, а был процент, которые были очень хорошие ответы, особенно в Японии у них появились большие ответы на этот 2004 год, и многие из них были не курильщики, и больше было женщин, и пациенты с аденокарциномой. И потом уже они вернулись, они догадались, что, видимо, есть какие-то мутации, они сделали секвенирование и обнаружили мутации. Но это на момент этого испытания никто не знал. То есть они пошли от лекарства к мутации. Это вот то, что было выяснено за последние 15 лет. То есть есть большое количество мутаций, которые особенно делятся в X-зоне 19 и активирующие мутации в X-зоне 21 гена EGFR. И поэтому эти пациенты очень сильно отвечали на ингибирование EGFR, потому что опухоли очень зависят от EGFR, от этого гена эпидермального ростового фактора. 85% мутации происходят либо в 19-м X-зоне, либо в 21-м. Сверху указаны мутации на этом слайде, которые вызывают резистентность, наоборот, к терапии. Есть тоже мутации, допустим, которые вызывают резистентность, в том числе до появления ингибиторов третьего поколения, первое и второе поколение, у них, как правило, у пациентов возникали мутации в T790M. Мутация, которая вызывала резистентность к ингибиторам первого и второго поколения. Естественно, что этот эпидермальный рецептор ростового фактора является онкогенным. То есть это в лаборатории Харальд Вармас, Слон Кеттеринг, они показали примерно в то же время, что когда появились все эти публикации, да, они сделали быстро мышиную модель и показали, что это была доксициклиновая модель мыши, экспрессирующая мутацию в EGFR. И если убрать доксициклин или лечить мышь с помощью эрлотениба, то у них, соответственно, исчезали опухоли. Опухоли исчезали у лёгких. Ну это, как я уже говорил, есть препараты первого, второго и третьего поколения сейчас. Механизмы резистентности широко уже известны. Вот. И пациенты без мутации, они не отвечают на… Хорошо они не отвечают на эти ингибиторы. Вот. Мы про это уже говорили. Значит, с ингибиторами первого и второго поколения там в основном было три механизма резистентности, и они, в принципе, такие, ну, примерно те же механизмы и с препаратами третьего поколения. Но тогда, на тот момент, да, половина пациентов примерно, это мутация Т790М, которая вызывала резистентность к ингибиторам первого и второго поколения. Примерно 20% — это различные альтернативные были, другие, либо амплификация в МЭД или ФР2, допустим, в гене, редкие мутации в других генах. И ещё есть феномен, который, в частности, тоже эпигенетический феномен, когда немелкоклеточный рак лёгкого превращается в мелкоклеточный. Ну, это процентов 5, наверное, небольшой процент, но тоже может быть. Это вот три основных механизма. Это вот самые новые такие сведения по препарату третьего поколения, асимертениб или тагриса называется. Его сравнивали с препаратами первого поколения в клинических испытаниях. Он показал, что он был лучше, чем первого поколения в плане выживаемости больных. И плюс у него было меньше побочных эффектов, плюс достаточно часто была прогрессия метастаза в головной мозг с препаратами первого поколения 15%. На осимертенибе это только 6%. То есть он имеет очень хорошую проникаемость в головной мозг. Значит, с ним тоже есть, естественно, резистентность, но там механизмы другие. Там вот эта вот мутация новая C797S. Есть другие, более редкие мутации. Амплификации тоже могут быть в FUR2 или C-MAT. И может быть тоже трансформация иногда в мелкоклеточный рак, так же, как механизмы резистентности к препаратам первого-второго поколения. Ну вот это вот все по EGFR, то, что я хотел сейчас сказать пока. Значит, по поводу ALK и ROS-1. Это было открытие, на самом деле, из лаборатории, наоборот. То есть это был где-то 2007 год, буквально там 30 года спустя, когда открыли мутации в EGFR. Это была группа вот эта доктор Манна в Японии, которая сейчас является директором японского ракового института. В его лаборатории они открыли вот эту вот транслокацию EML4-ALK. Они клонировали этот ген, и это быстро они показали в том числе, что он трансформирует клетки, является онкогенным. И вот тоже его же статья из его группы, то есть вот трансгенная мышь, которую они быстро очень сделали. Вот. Если ее лечить ингибиторами, то опухоль исчезает, да? Вот. С тех пор, ну, первым препаратом был кризотениб, то же самое, как при EGFR ингибиторах, да? Сейчас появился этот препарат второго поколения, алектениб, который существенно лучше, чем кризотениб. Кризотениб вообще изначально разрабатывался как ингибитор C-MED, но он просто так же ингибирует ALK, и он так же ингибирует ROS-1. То есть эти киназные ингибиторы часто, ну, они ингибируют различные киназы. То есть, вот. А алектениб, он именно специфичен именно к ALK, ингибитор именно к киназе ALK. И сейчас это новый стандарт, плюс он гораздо более эффективен, так же, как при ингибиторах EGFR, он прогрессив, то есть метастазов мозга гораздо меньше случается, чем при кризотенибе. Это у нас новый сейчас стандарт, это вот, алектениб — это новый стандарт у пациентов с ALK, транслокацией. Один из тестов на ALK — это FISH. Это один из, хотя сейчас часто тоже мы используем секвенирование нового поколения, которое не только мутации детектирует, но он может тоже и транслокации детектировать. То есть, у нас два метода сейчас основных — это FISH или с помощью секвенирования. К ALK там довольно сложно, там много мутаций может возникать, особенно к кризотенибу. Вот, вот это алектениб. И сейчас появился препарат третьего поколения, который проходит, ну, уже вторая-третья фаза, это лоралатиниб, новый, еще более эффективный ингибитор. Это вот одни из недавних данных по лоралатинибу. Он достаточно эффективен, вот, вызывает хорошие ответы. Причем эти пациенты, у них, у них, многие из них, у них лечились даже двумя разными препаратами. Это уже как бы был, он, то есть, они были достаточно резистентными, и все равно с лоралатинидомом у них были довольно хорошие результаты по этому препарату. Вот. ROS1. ROS1 — это еще более редкая транслокация, всего 1% пациентов у них есть. Это обычно, как правило, не курильщики. ROS1 кеназа, она родственник ALK, как бы на этом филогенетическом дереве. И они похожие пациенты, то есть, они не курильщики, как правило. И ряд препаратов, они тоже активность проявляют. Ну, мы до сих пор используем кризотениб, но сейчас и появляются новые тоже ингибиторы, CROS1 кеназа. И вот это был один из первых клинических испытаний, то есть, ответ был более 70% с кризотенибом на тот момент. И вот в последнее время то же самое, лоралатиниб, он тоже активно продвигается, то есть, здесь тоже 50% ответ, причем, это пациенты тоже, которые прогрессировали на кризотенибе. Так, это очень кратко я скажу про мутации в Би-РАФ, то есть, это тоже разрешено недавно к применению, год назад, где-то 2 года назад. Это комбинация двух препаратов, которые продвигались с Навартисом, тоже фармацевтической компанией. То есть, было довольно эффективные ответы на эту комбинацию. Примерно эти испытания, то есть, и вся эта концепция, вся перешла в рак легкого и с меланомой, потому что изначально все эти комбинации тестировались в меланоме, и они тоже там разрешены к применению. Вот, но просто при раке легком это более редко, чем в меланоме, это порядка 40%, при раке легком это всего 1%. И мы используем тоже эту комбинацию. Вот, сейчас появляется, да, все это продолжается история, то есть, вот, СИМЭТ тоже, он является онкогеном, он часто еще экспрессируется, есть такой саркоматоидный вариант рака легкого, он часто экспрессируется, порядка 3%. Вот, есть несколько клинических испытаний с ним, в принципе, в целом это все работает, единственная проблема по сравнению с другими мутациями или транслокациями, что вот именно данную данную транслокацию ее трудно обнаружить обычным ПЦР-методом. Поэтому, как правило, вот, чтобы обнаружить МЭТ, нужно хороший тест секвенирования, то есть не просто ПЦР, а обычно более сложный тест. То есть это более, как бы, ну, у нас еще не 100% покрытия пока больных этим современным секвенированием, поэтому немножко сложнее искать пациентов, скажем так. Но тоже активность имеет гризотениб и есть более специфичные, более новые ингибиторы, с ними происходят сейчас клинические испытания тоже. РЭД, это тоже онкоген при раке легком, тоже достаточно редко, это порядка 2-3%. То есть есть различные партнеры при транслокациях. Чаще всего КИФ-5Б, но есть другие партнеры при транслокациях РЭД. И также используется несколько ингибиторов, и тоже, как бы, это фаза еще испытаний, пока что официальных нет, разрешенных к применению препаратов. О, все. Ну, это довольно быстро, да, мы прошлись по, как бы, по всем этим вариантам, да, когда можно применять таргетную терапию, да, наверное, то, что я еще не добавил, и нужно было, может быть, добавить, но при некоторых видах транслокации, допустим, или мутации даже, сейчас есть новые, ну, технологии тоже по производству антител, как бы, и есть тоже клинические испытания. То есть антитела либо сами по себе, либо они сконюгаты с химиотерапевтическими препаратами. Например, я знаю, что по, скажем, по по МЭТ, допустим, есть такие препараты, и по другим тоже бывает. Ну, по ИГФР тоже, но в меньшей степени, мне кажется, да. ИГФР там, то есть всегда вопрос возникает токсичности в том, что дело в том, что ИГФР, он экспрессируется в клетках кожи и в кишечнике, то есть там токсичность обычно растет, но по некоторым из ним там можно подобрать тоже и моноклонарные антитела или конюгаты для таргетной терапии. Да, еще что, я, может быть, здесь не умолчал, я не сказал, но проблема одна из, вот, в таргетной терапии сейчас в том, что большинство этих пациентов не отвечает на иммунотерапию или плохо отвечает. То есть, поэтому сейчас все ломают голову, что же делать, как мы будем дальше жить с этими пациентами. Вот, и потому что большинство из них, все равно рано или поздно, у них прогрессия происходит, но не у всех, но 80% где-то. То есть сейчас большое количество испытаний, то есть с иммунотерапией, то есть комбинация таргетной терапии с иммунотерапией, там был недавно негативный опыт, два года назад, потому что там был, когда они комбинировали оси мертениб с иммунопрепаратом, там была очень высокая степень побочных эффектов, примерно 30% там был пневмонит, воспаление в легком, и это клиническое испытание было остановлено. То есть поэтому как бы правильной комбинации с иммунотерапевтическими препаратами пока нет, поэтому продолжается исследование. Нет, сейчас ну как бы все завтра про это тоже поговорим, про иммунотерапию, то есть иммунотерапия это она начиналась как бы с одного препарата, с одного класса препарата, то есть это обычный ингибитор PD-1 или ингибитор PD-L-1 и как бы сейчас как бы поскольку многие из них уже разрешены к применению, то сейчас тенденция, то есть ну и плюс за ними конечно же последовали комбинация химиотерапии плюс иммуно препарат вот тоже ингибитор PD-1 или PD-L-1 то есть сейчас уже много позитивных этих результатов есть и многие эти комбинации разрешены, комбинация с химией тоже она разрешена уже просто сейчас сейчас большая активность это комбинация двух иммунопрепаратов или трех иногда даже трех то есть сотни этих клинических испытаний тестируют комбинацию двух препаратов иммунопрепаратов вакцины значит пока что нет для рака легкого нет эффективных вакцин есть вакцина для рака простаты она имеет такую среднюю активность но в принципе она использует она разрешена к применению но с вакцинами как-то все сложнее пока что основной успех был к ингибиторам которые именно активируют Т-клетки и сейчас большая часть испытаний у нас которые открыты это два препарата это обычный ингибитор PD-1 PD-L-1 плюс второй просто как бы опять же с некурильщиками и пациенты на таргетной терапии с ними все более запутанное тоже много PER-1 и - как бы о вх вх и вы и вы и до вх